Добрый день! Так, вопросы. Хочу спросить по поводу, принимается ли крещение католиков православных, а православных католическое крещение? Нет. Католическое, если погружение полное было, принимается, а если просто как они привыкли кропить, крещение-то и нет никакого обмана. А если полное? А если что? Если полное. Полное, признается, конечно. И там, и там. То есть если погрузил... Да, да. Я поняла. Вы мне скинули там вопросы приблизительные по крещению. Там было написано, что обязаюсь принадлежать русской или российской православной свободной церкви. Но это мы занятия вели. Занятия когда вели, это у нас тогда было так. Но это к нам относится. К нам. А вы-то не так. К русской православной зарубежной церкви царской. Которая не связана с декларацией Сергия. То, что они советились так. И мы поэтому заранее показывали. Не на произвол судьбы. То есть человек, если он принимал крещение у нас, он делался и членом общины. А мы-то принадлежим к свободной церкви, не храболепной этой. Я поняла. Вот вы как-то про баптистов говорили, что они могли бы восстановить право преемственности. Но это Господь не дает им благословения. Как это вообще происходит? Ну как. Просто смирились бы, если они перед Богом. Избрали из себя самых-самых хороших. Они же из своих знают. Ну тех, которые у них сегодня называются епископами. А они не епископы. Они фальшивые. Самозванцы. Последователи Дафана, Верона и Корея. И они бы договорились с патриархатом. И там можно было объяснить. И были бы приняты. Приняты. Восстановили им епископат. Их, которые самые хорошие, им рукоположили. Но там определенные условия были бы. Я уж не знаю, как это. По мне, вот я четкую программу знаю. Они бы сказали, ну мы принимаемся, но иконами целовать мы не будем. Ну не целуйте, не говорите, что идолы. Они же рисуют их. И у них на картинках есть. Дальше. Ну у нас вот не принято Богородице молиться-то. Ну вы не хулите. Можете не молиться. Вы признаете, что она дева была? Да. То есть можно как-то найти какие-то вот... Вот сейчас смотришь. Митрополит Иларион Алпеев. Это по внешним церковным отношениям. Он заместитель патриарха Кирилла. И он молится по-старобрячески. Два перста. Шапка у него такая. Мне сегодня скинули. И он там знакомый священник. Патриарши. Они не старобряческие. Но они вернулись в служение тому, как было до них. До 1651 года. 56-го года примерно как. То есть можно как-то находить при желании иметь мир. Но сектанты, они не идут на это. Не идут, потому что они от многого отказаться не могут. Они не должны иметь толкование договориться с церковью. Ложное толкование. А толкование надо сравнить, которое церковь поставила. Чтобы они не верили, что тысячелетнее царство будет когда-то на земле. Не просто рукоположить, а чтобы они приняли учение. Они скажут, ну мы вот эти посты не соблюдаем. Настаивать не надо. Но великий пост 7 недель, среду, пятницу обязательно. Апостольское 69 правило. Апостольское. Правило апостольское. То есть они должны принять апостольское правило. Ну вот я говорю, что можно уступить. Пойти на согласие. Вот они говорят, а мы мне сказали без борода, чтобы не было. Борода это вообще срам один. Женоподобные лица. Это стихия мира. То есть верить во Святую Троицу. Они скажут, а мы ангелам не молимся. Ну не молитесь, но не хулите. То есть можно где-то сгладить и чтобы они приняли. Но учение свое записали. И за остальным даже и следить. У православных, если кто-то не так делает, его же исследует. А потом в еретики заносит и вышвыривает. И баптисты, чтобы строго смотрели. И они были бы церковью. Вот у англикан, англиканская церковь. И они доказывают, что у них рукоположение идет от апостольских времен. И перед революцией уже почти совсем соединились. А тут революция помешала, так и осталась. Сейчас бы англиканская церковь как таковой враждебная у нас. И она и так не враждебная. Не было бы. Мы родные как с католиками были бы. А католики еретики говорят. Ну в чем еретики, в этом мы не знаем. Надо помогать друг другу освободиться от ересей. Ну нельзя так вот. Каждого хватает за сто динариев душит. А сам две тысячи талантов должен. Притча такая. Христос рассказывал. Блаженны миротворцы. Вот у православных это декларация митрополита Сергия Строгородского. Что мы властям подчиняемся во всем. Вашей радости, нашей радости. Этого принять никак нельзя. Православные, даже патриаршие, даже немедленно освободитесь от нее. Это иудин грех. Поэтому мы выделяли себе, что мы русская православная зарубежная свободная церковь. Ну как? Видно? Да, да. Все видно. Ну вот видите, не зря мы тут бились. Выкинуло и никак не запускает. Слушаю. Да. Да. Я так, в общем-то, все спросила. Я вот хотела за вот это вот преемство спросить. Это должно быть большое количество людей, чтобы они создавали как бы преемственность. Ну как? Большое. Ну, допустим, апостол Андрей пришел на Русь. Петр, от Петра католики. Они рукополагают епископов. Следующие, они же новые епископы. От этих епископов другие. То есть непрерывно благодать Духа Святого передается. Бог так сделал. И вот это родословное, и тогда указывается, кто от кого есть до последнего времени. Ни в православии, ни у католиков не было хоть один священник сам, как у баптистов. Я священник. Но он самозванец. Бог установил порядок. Деяние 14.23 говорит. Рукоположили пресвятеров в каждой церкви. А зачем рукополагать, когда без них любого избрали или сам встал? Рукоположили. И когда пишет Анктиту 1.5, там говорит, чтоб довершил недоконченное. Рукоположил. Это недоконченное дело. Нерожденное, да. Мне кажется, у него вопрос заключается в том, что сколько надо людей для того, чтобы их рукоположили? Два-три. Это первое апостольское правило. В епископы, допустим, от нового епископа должно быть два или три, а там может быть больше, хоть сто. Разницы нет. Но не меньше. Хотя первоначально было, один епископ рукополагал. По временам гонения там такое какое-то есть. Ну, только от епископа. А сколько будет? Бывает, патриарх рукополагает кого-то, а с ним служат там 5-10 священников. И они нового рукополагают, кандидата. Крещат Аксиос, достоин. Да, я читала просто интервью Александра Меню. И он там писал о том, что евреи могли бы восстановить правопреемственность и была бы автономная еврейская церковь. Я об этом с ним и говорил, его спрашивал об этом. Я как раз на эту тему с ним разговаривал. У меня в аудио его записаться. Беседа сохранилась на нашем сайте. Угу. В двадцатом томе ее в Word перевели с Александром Меню. У него там, у знакомых сидели, мы беседовали. Именно так. Автокефальные могли дать, вот как украинская отдельно. Финляндская, там румынская, болгарская. Да. Хорошо. Но у меня больше вопросов пока нету. Так, вы не против, что мы выставляем в интернете наш разговор? Спаси Христос. Ну, смотрите, какие вопросы возникнут, если не найдете ответа. Тогда мы встретимся с Богом. Хорошо. С Богом. Игорь Негода. Игорь Негода. Корректор М.